Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, гости канала. Если кто-то включил меня впервые, то или забыл, что я дальнобойщица, да, я дальнобойщица, езжу в рейсе по России на сканьюнке. И этот ролик, это будет целая сборная солянка. Здесь будет и рейс, и ремонт, и даже экскурсия. Не буду утомлять, начинаем. И, друзья, хотела бы вам также сказать, что теперь вы можете поддержать меня на бусте. Это поможет сделать мой контент качественным и интересным. У меня для вас новость. Мы переехали на новую базу. В данный момент Никита на ней делает некий косметический ремонт, подготавливает инструменты, переводит все, потому что вещей очень-очень много. Я не думала, что можно столько вещей скопить за два года. У нас был забитый гараж под легковую машину, и балкон, и подвал. И вот теперь все это будет в одном месте. Наконец-то мы к этому пришли. Вот часть того, чем сейчас занимается мой супруга. Давайте коротенькое видео засниму. Все растопил. Батарея греет. Вся она пошла. Ну, пришлось добавить маленькую. Была у меня канистра. С газом оставалась антифриза. Пришлось долить. Потому что пустой какой-то почет был совершенно. Вот такие вот обрезки. Эта ванна не чертила 2 целых. Вот поставил стеллаж. Так, про мелочевки что-то развесил. Остальное он пока свалил. Шкафы поставил сюда. Кэти вот снял. Плафоны старые выкинул. Вот видно уже это. Блестит. Это не завидно. Вкусная сыр и пяпляй. Тут я уже обработал. Капли висят. Вот это вот. Стоп. Стоп-плесень. Стоп-пибокс. Через 4 часа оно высканет. В принципе, можно будет пробовать первый слой проходить. Но я думаю, что я... Вот, флакон ушло. Завтра буду уже красить первый слой. Сегодня я, наверное, закончу. Потому что сохнет оно еще будет часа 4 сидеть. Здесь просто так смысла никакого нет. Завтра я, наверное, повешу эти плафоны. Но пока просто так потолку привинчу. Вот такие отчеты он мне присылает. Чтобы я тоже была в курсе, что же там происходит. Мне же интересно. Я вот тут еду, ничего не знаю, ничего не вижу. У меня впереди дорога, лес, сосенки. И все. И вот он меня так развлекает. Присылает мне периодически. Что же там происходит. А Леха в это время занимается гризликом. Да, кстати, кто не знает, познакомьтесь. Гризлик. Это черная скамеечка. Моя новая черная. Ну, не новая, конечно. Но в моем парке она новая. Вторая скамейка. Мы ее назвали ласковый гризлик. И вот Леха как раз сейчас занимается тем, что начинает потихоньку ставить ее на ноги. Ну, вернее, на колеса. Всем привет. Вы на канале МерГео Лайф. Я Алексей. Вы меня должны помнить по видео с ремонтом прицепа и ТО-тягача. Мы с Екатериной договорились, что я дефектую автомобиль по технической части. Некоторые нюансы здесь снова уже видно при визуальном осмотре. Допустим, вот та же самая резина. Нужно разобраться, в чем дело. В подвеске. Но это будет немного позже, так как яма у нас в данный момент занята. Давайте пробежимся и посмотрим по внешнему облику автомобиля, что у нас здесь нужно поменять. По договоренности, вот эти боковые обвесы будут сниматься, кронштейн запасного колеса будет снят и будет установлен дополнительный второй бак на автомобиль. Кронштейны крыльев также будут идти и сами крылья под замену. С этой стороны у нас то же самое. Здесь также кронштейн крыла и само крыло под замену. Здесь пропустил один момент. Нужно будет менять оба датчика АБС, так как один здесь просто ремонтирован и в гофре, а левый датчик АБС у нас уже перетерт. Также здесь будут сниматься вот эти боковые обвесы, так как они, в принципе, думаю, уже не нужны. И под замену сам аккумуляторный ящик, так как он в не особо хорошем состоянии. Ну а пока у нас яма не освободилась, мы решили подключить диагностику и посмотреть, что у нас ждет по ошибкам в автомобиле. Как вы помните по прошлому ролику, я нервно стоял и курил, и матерился. Не могли понять, в чем дело. Мне показалось, что с блока автомобиля течет антифриз. И было так же непонятно, откуда это. Либо с помпы, либо с блока двигателя. Но ситуация, в принципе, разрешилась довольно-таки неплохо. Оказалось, что это всего лишь навсего цинкарь, которым забрызгали номер двигателя при покупке автомобиля. Так, ну, собственно, вот она эта и ошибка по датчику АБС, который я сказал ранее. А по остальным параметрам, как бы, ничего критичного сказать нельзя. Все в достаточно неплохом состоянии. Ну, и как вы смогли убедиться, вот специально Леха вам продемонстрировал по диагностике, что ее подключение, собственно говоря, не так важно. Потому что, ну, ключевые моменты, как говорится, покажут вскрытие, а не диагностика. Да, вы какие-то ошибки увидите, но все, конечно, просмотреть невозможно. Поэтому в любом случае напоминаю всем, что когда вы покупаете бэушный автомобиль, вы должны понимать, что вы покупаете кота в мешке. Даже если бы у вас его будут смотреть супер-пупер диагноз, то все равно всех полячик они не увидят. Много всего будет вылезать в процессе эксплуатации. Поэтому любая поддержанная машина – это лотерея. И вы должны это знать. Мы загнали автомобиль в бокс и произведем диагностику автомобиля. Первое, что сразу бросилось в глаза – это неправильный износ резины у нас. И, собственно, начнем с диагностики подвески. Начнем с диагностики рулевых наконечников. Нормальный. Ну, вот он, собственно, и наш износ. Ну что ж, наконечник продольной рулевой тяги нужно менять. Это одна причина. Смотрим дальше, да. Видим, что тормозные колодки, точнее, накладки нужно будет менять по состоянию барабанов. Будем оценивать. Может быть, их тоже следует поменять. Ну, это все, как говорится, по факту вскрытия. В процессе диагностики у нас еще вылезло то, что нужно менять резьбовые втулки на концах рессора. Ну, в принципе, это ничего страшного. Мы Екатерине сейчас закажем все запчасти. Она привезет. Так что продолжаем. Так, ну что ж, видим мы течь масла. Скорее всего, это у нас подтекает прокладка поддона. Ее в ближайшем будущем будем менять. Степление. Вообще прям свежий с ужинным стоит. Че, как так-то, блядь? Как блядь так-то? Кто-то, когда менял сцепление, не закрутил одну шпилечку. Считали, что она здесь не нужна. Ладно, но это все исправим. Это все мелочи. Давайте перейдем на заднюю ось. Как вы сами смогли убедиться, машина не новая. Она требует колоссальных вложений. Она требует рук. Она требует, в первую очередь, времени. И пока эта машина полностью не будет на ходу, пока я не буду в ней уверена, никакой водитель на эту машину не сядет. Вот как только я пойму, что она готова, и что она будет в таком состоянии, что она может беспроблемно работать, вот тогда на нее сядет водитель. Касательно водителя. Водитель уже есть на этот транспорт, он сейчас работает в другом месте и ждет. Как только все будет отремонтировано, как только будет все готово, он придет работать. Так, что мы видим здесь? Здесь у нас колодки. Можно открыть ключки. Так, ну колодки здесь в идентичном состоянии, как и на рулевой оси, тоже следует поменять. Здесь видим застоявшиеся масляные потеки, но, по всей видимости, здесь когда-то сальник тек, его поменяли, но помыть не посчитали нужным, потому что свежих потеков нет, значит сальник не течет. Ну, либо нужно проверить масло в редукторе, в первую очередь, конечно же, вообще есть ли там масло. Главное, чтобы оно открутилось теперь только, то вот это будет геморрой большой. Ну, все, нормально. Так, ну масло здесь, как я и сказал, есть. Значит, это старые потеки, когда-то тек сальник. Блин, что-то не показалось. Подожди. Какие-то, блядь. Так. Надо поставлять, что-то смотреть. Надо поставлять, смотреть, что это за струк. Всем доброе утро. Видите, моя ошибка. Ну, естественно, без проблем у нас не может. Как же без проблем? Только вчера я сказала, что хочу без проблем. Ага. Фиг тебе. Они без проблем. Многие говорят, что ты специально проблемы себе ищешь. Да, блин, специально. Ладно, сейчас встану на заправку. Покажу, что у меня случилось. Остановилась я, друзья, показать вам сегодняшний ночной трешняк. Причем, как вы видите, никаких сколов, ничего нету. Просто выбитая фара. Сейчас в машину сяду, расскажу, что и как. Да, вот так началось мое недоброе утро с поиска скотча и заклеивания отражателей, чтобы он не пострадал. Вчера я ехала, проезжала город Пермь. Уже достаточно поздно было. Выехала на трассу Пермь-Екатеринбург. Достаточно широкая магистраль. По три полосы в каждую сторону. Машин не было, что самое интересное. Даже попутного потока не было. Вообще никого. Просто на ровную дороге услышала хруст. У меня сразу были подозрения, что это случилось. Но как? Ни ко мне, ничего. Непонятно. Потом я остановилась. Ну вот, увидела такую картину. Не знаю. У меня есть, конечно, предположение. Дело в том, что в этой фаре у меня перегорела лампочка. И я хотела ее поменять, но не смогла открутить один болт. То есть он там закис намертво. Ничего не помогало. Пытались высверлить, но это тоже не дало результата. И я решила оставить фонарь до Красноярска. Может быть, когда вы сверливали, в стекле образовалась трещина или что-то такое, что при качке способствовало тому, что стекло разбилось. Не знаю. В общем, напишите свои версии в комментариях, из-за чего это могло быть. Просто в дребезги. Ни осколков, ничего. Прямо в дребезги. То есть на ровной дороге. Без встречного потока, без попутного потока, без каких-либо камней. Первый раз такое событие со мной происходит за 7 лет моей дальнобойной карьеры. Главное сейчас спасти отражатель. Ну и то, что осталось. Перед Абатским мы встали в пробку. Такую капитальную. Капитальную пробку. Все стоит. На несколько километров все стоит. Наверное, надо сушить веосны. Встречки нету. Мы двигаемся, конечно, час по чайной ложке. Кто-то уже собрался телепортироваться куда-то. Повраться. Ахограф во все требует обслуживания. Тарирование только 29 октября. Ну что, двигаемся потихонечку. Совсем по чуть-чуть. Ну и, собственно говоря, нет никакой аварии. Просто реверс. Такой вот реверс неудачный. Да? Да, и вся пробка стояла только из-за этого. И погнали дальше. Мне снова закурить и сказать матом. Давайте посмотрим, что за стружка. Короче, нет. И много ли ее? Да, руками. Большое количество стружки. Пиздец. пойдем на стол это зубья ну в процессе осмотра автомобиля у нас вылез такой неприятный момент стружка на пробке на контрольной пробке редуктора ввиду отсутствия такого большого количества времени скажем так снятием редуктор мы сейчас заниматься не будем и так как я признаюсь честно не являюсь большим специалистом по редукторам мы будем эту работу осуществлять где-то в другом месте а я сейчас нервно пью чай лёха нервно курит а я нервно пью чай потому что я не курю на пробке в редукторе обнаружена стружка не знаю чем все кончится походу я попала